В Китае появится национальный парк Санзянюань. Такого статуса удостоится ныне существующая заповедная зона. Район, известный как водная сокровищница, расположен на Тибетском Нагоре в провинции Цинхай. Там берут начало реки Хуанхэ, Янзи и Ланцанзан. На важность сохранения уникальной природы Цинхай Тибетского Нагорья указал председатель КНР Си Дзиньпин. И на днях администрация провинции Цинхай презентовала план развития заповедника. Цинхай Тибетское плато – одно из самых красивых мест дикой природы. Бескрайние долины и кристальные озера. Заповедник Санзянюань известен как водная сокровищница. Чтобы сохранить природное разнообразие и уникальность плато, руководство провинции Цинхая представило план развития природоохранной зоны. Водноболотные угодья, реки, рыба – это всё экосистема. Для защиты окружающей среды мы должны сосредоточиться на системном и комплексном управлении. Каждый должен выполнять свои функции. Просто нужно понимать, что если каждый хочет быть во главе, никто не сможет реально принимать на себя полную ответственность. Национальный парк Санзянюань будет разбит на три зоны вдоль истоков трёх рек – Янзи, Хуанхэ и Ланьцзян. Сейчас в этом регионе расположены 12 городов и 53 деревни, а также проживают 65 тысяч кочевников-пастухов. Задача местной администрации – сохранив экологическую среду, обеспечить достойные условия для жизни этих людей. Санзянюань – один из первых, системе девяти национальных парков Китая. Но именно этот регион привлекает внимание всего мира своей неповторимой экосистемой. «Здесь живёт очень много киангов, удивительных животных из семейства лошадиных. Разрабатывая наш план, мы должны учитывать большое количество факторов, например, разнообразие видов, среду их обитания, сосуществование человека и животных». Ещё одна отличительная черта заповедной зоны в том, что здесь проживают 24 тысячи скотоводов. Их жизнь не слишком благополучна. «У нас здесь нет угля, и наш единственный доход от продажи гриба – кардицепца. Мы стремимся превратить пастухов-использователей пастбищ в их защитников. Мы обучаем их, и они могут стать настоящими следопытами и помогать в борьбе с браконьерством». В процессе строительства национального парка местная власть готовит реформу системы управления для систематической и эффективной защиты заповедной зоны. Кроме того, нужен план регулирования туристических потоков. И в этой связи парк приветствует сотрудничество с профессиональными экологическими общественными организациями. «Мы надеемся решить некоторые практические проблемы. Например, в Сан-Дзя-Юань мы можем свести к минимуму конфликты между развитием животноводства и общей защитой района». Председатель КНР Си Цзинпин во время панельной дискуссии с законодателями из провинции Цинхай обратил особое внимание на бережные отношения к окружающей среде. Национальный парк Си Цзинь-Юань должен стать примером гармонии человека и природы.